Приветствую вас, София. Во-первых, хочется, наверное, сказать, в первую очередь, то, что не совсем понятно, к кому вы обращаетесь. Обращаетесь ли вы к психологам или обращаетесь вы к эзотерикам, потому что для психолога, наверное, такого термина, как судьба не существует, как минимум. Потому что судьба это что-то такое, очень безответственное, очень такое вот, то, что нельзя не оценить, то, что нельзя не прочувствовать, то, что нельзя осознать большим счетом. И вопрос о судьбе, наверное, все-таки решает эзотерика в большей степени. Смотрите, вы пишите, я сейчас нахожусь в браке, есть ребенок. Брак выскала скоропалительность. Эээ, смотрите, скоропалительность брака с чем связана? Куда вы трапились? Куда спешили? Что у вас общего с человеком? Там еще если брак, то очевидно, что брак должен быть с тем, кто имеет с вами что-то общее, общий фундамент. Это вот не похожесть, да, эта история. Это не история про прохожих, точнее. А эта история именно про общего между вами. То есть что-то, что вас объединяет. Да? Вот. Это взаимная симпатия друг к другу. Это взаимное уважение друг к другу. Это взаимное видение того, что приемлемо и того, что неприемлемо. То есть как бы, ну не очень понятно в общем. Ну нигде сделать, делать достаточно подробный анализ. Дальше. Живем три года, человек оказался нацистом. А поподробнее. Причиняет очень много боли. Ну боль, это скорее то, что вы чувствуете. Ну то есть, делается здесь не совсем с человеком. Делается здесь скорее в том, как вы это все ощущаете. То есть вам почему-то больно. Вам из-за чего-то больно. Ну да. Нужно поисследовать, о какой боли вы говорите. День и ночь мысли о том, а не драчу ли я свою жизнь на недого человека. Ну мне кажется, что здесь не совсем корректный вопрос. Там еще жизнь она проходит вне зависимости от того, с кем вы. Она проходит одинаково. То есть она одинаково течет вне зависимости от того, с каким человеком она ходит. Вот. Это первое. Второе. Вы не можете драть жизнь на людей. Вы можете хотеть делать кого-то из людей счастливыми. Да? То есть вот кого-то из людей. Вы можете сделать счастливым. Если вам этого захочется. Или не захочется. В таком случае, если вам этого не захочется, вы просто не делаете этого. Не делаете себя счастливым. Кого-то. Из людей. Из людей. Потому что, когда вы говорите, что я трачу свою жизнь на человека. Ну это какая-то жертвенность. Получается. Дальше. Значит. Отнимает много сил и энергии. Кто отнимает много сил и энергии? Человек или вы сами у себя? На что вы тратите свою силу и энергию? Вы контролируете это? Я имею ввиду свою силу и энергию. Как можно отнять у человека то, что он не хочет давать сам? Что это? Кармический брак? Или мой человек еще не встретился? Ни то, ни другое. Ни то, ни другое с точки зрения психологии. С точки зрения психологии, вы выбрали того мужчину, который соответствовал вашему психологическому состоянию. Если вам что-нибудь тяжело и вы его выбрали, вы продолжаете заниматься, вы продолжаете заниматься, иметь смысл говорить о некой мезохистической позиции. Ведь не может быть такое, что свой человек, предназначенный в футбол, поджиняет так много боли. А чего вы решили? Если человек может быть хвал, и если он может быть предназначен в футбол. Вот с чего вы решили? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.